Достигая Израиль и весь мир Шалому врага, мира и благословений вам, возлюбленные! Сегодня мы продолжим изучать послания к римлянам. Я хочу поговорить о том, что, когда мы хотим понять, чем на самом деле является радостная весть Евангелия, то должны вернуться к посланиям апостолов. Павел говорит, что если кто-то придет и будет проповедовать другое Евангелие, то такому человеку — анафема. Если мы хотим понять, что такое радостная весть Мессии и Иисуса, то должны вернуться к апостольским посланиям. О чем же была радостная весть? Послание к римлянам — это самый обширный доктринальный текст, который помогает нам понять, что же такое радостная весть. Она связана с тем фактом, что Бог послал в мир Своего Сына, чтобы очистить нас, освободить нас и простить наши грехи. Но сегодня многие люди в церквях никогда не переживали обличения в грехе. Да. Разве это не удивительно? Мы можем спрятаться, как это сделали Адам и Ева, в саду, прикрыв грех фиговыми листьями. Я хороший человек, ты хороший человек, мы все хорошие люди. Но это не работает. Мы должны добраться до сути, что находится под этими фиговыми листьями, что нуждается в искуплении, очищении и свободе. О, аминь. В прошлый раз мы говорили о том, что Иисус пришел, дабы избавить мир от греха. Бог послал Иешуа в мир не для того, чтобы дать нам деньги, чтобы мы хорошо проводили время. Главная цель Бога состояла в том, чтобы спасти нас от греха. И, как я уже говорил, многие не осознают серьезность греха. Евангелие, на которое многие из нас ответили, не связано с грехом. Некоторые пришли к Иисусу потому, что хотели, чтобы Иисус сделал что-то для нас. Это не было связано с грехом. Но, как я говорил ранее, чем больше я иду с Господом, чем больше я углубляюсь в духе, тем лучше я начинаю понимать зло в своей душе, от которого мне нужно очиститься. Я хочу, чтобы сегодня мы поняли настоящее Евангелие. Иисус пришел, чтобы спасти своих людей от их грехов. Я хочу, чтобы вы задумались над этим. Возможно, вас никогда не обличали во грехе. Если вас не обличали во грехе, то ваши отношения с Господом должны углубиться. Все мы нуждаемся в этом. Но если вы не переживали обличение во грехе, если вы не видите свой эгоизм, свои неправильные мотивы, свои неправильные поступки в жизни, если вы не видите все это, и Бог не показывает вам эти вещи Духом Святым, то как вы можете очиститься? Библия говорит, что мы очищаемся от грехов, когда рассматриваем себя, изучаем. Иисус пришел, чтобы избавить нас от наших грехов. Вплоть до этого Павел в послании к римлянам учил евреев и неевреев о том, что они виновны в грехе перед Богом. Я продолжу сегодня читать третью главу, девятый стих. Он в первую очередь обращается к иудеям и говорит, «Итак, что же, имеем ли мы, то есть иудеи, преимущество над язычниками?» И он сам отвечает на этот вопрос нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елины все под грехом. Я говорил об этом много раз. Евангелие, которое должны проповедовать сегодня, это покаяние во грехах, а не то, что Бог наполнит нас, дав нам все в жизни, и что именно этого мы должны ожидать. «Нет». Иисус сказал, «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Павел говорит в 10 стихе, «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути до одного негодного». Нет делающего добро, нет ни одного. Он обличает весь мир, показывая его нужду во Спасителе. Они должны упасть на колени и воскликнуть при этом, «Боже, спаси нас, смилуйся над нами». В 18 стихе он говорит, «Нет страха Божия перед глазами их». Но мы знаем, что закон, если что и говорит, то говорит к состоящим под законом. И снова, он говорит об иудеях, он обличает евреев и язычников, так что заграждаются всякие уста и весь мир. Иными словами, если евреи думают, что они лучше язычников, потому что у них есть закон, то это совсем не так. Павел говорит, «У вас есть закон, но вы его не соблюдаете». Он говорит, «Говорит к состоящим под законом». «Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Павел обращался к иудеям тех времен, которые думали, что язычники сами по себе нечистые. Он говорил им, «То, что у вас есть закон, не делает вас чистыми». Кстати, есть язычники, которые, не имея закона, соблюдают его лучше вас, но все мы виновны, абсолютно все. Нет делающего добра, ни одного, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Это должно открыть нам истину о том, что мы не можем получить жизнь вечную своей праведностью. вы можете быть язычником и говорить, «Я не иудей». Так что это не актуально для меня. Возлюбленные язычники, это актуально и для вас, потому что истина Духа гласит, что вы не можете заслужить Божью благосклонность, будучи хорошим человеком. Вот в чем суть. Павел говорит, «Нет делающего добра. Никто не может оправдаться делами закона. Никто не может быть достаточно хорош, чтобы заслужить спасение. Он готовит нас к тому, чтобы взмолиться о милости, не полагаясь при этом на себя, не гордясь своими достижениями. Некоторые должны услышать это, потому что мы думаем, что мы лучше других, что мы праведны, что мы духовные, религиозные люди. Это ни на что не влияет. Иисус рассказывал притчу о двух людях, которые пошли молиться. Один из них был фарисеем, а другой был простым грешником. Эти двое стали молиться рядом, и первым молился фарисей. Он считал себя хорошим человеком. Он старался делать добрые дела, поступать правильно. Фарисей говорит, «Спасибо, Господи, что я не как этот грешник рядом». А потом грешник говорит, «Господи, смилуйся надо мною. Прости и спаси меня». Иешуа говорит, что грешник пошел домой оправданным. Я хочу обратиться к вам. Если вы считаете себя хорошим человеком, по своим меркам вы отделены от Господа, потому что мы должны полагаться на Бога в спасении. Он дает нам дар праведности. Библия говорит, что мы поступаем не по делам праведности. Это записано в послании к Титу. Он спас нас по своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом. Вы знаете, что вам нужно прийти к Иисусу? Я хочу, чтобы вы знали, Иисус ожидает вас прямо сейчас. Я прошу вас от Его имени. «Придите и отдайте Ему свою жизнь сейчас». Я понял, что сердце Равина Шнайдера обращено к людям, особенно к потерянным душам. В первый день Крусейда он сказал лишь пару слов, и люди выбежали вперед. Их было так много. Люди спасались. Вчера их было 300 человек, а сегодня было еще больше. Их было невозможно сосчитать. В каждой из четырех дней в среднем спасалось по 300 человек. В среднем это получается порядка тысячи людей, которые спаслись за время Крусейда. Такого не было еще никогда. Я хочу, чтобы вы повторяли за мною. Скажите, Бог Отец, спасибо, что послал Иисуса, чтобы умереть за мои грехи. Я прошу Твой Дух Святой прийти и жить во мне. Бог Отец, я люблю Тебя. Спасибо за то, что Ты сделал для меня. Добро пожаловать в семью Божию. Давайте поаплодируем им. Спасибо, Иисус. Давайте продолжим. Павел говорит, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Он показывает нам новый путь. 21 стих. Но ныне. Это нечто новое. Он уже обличил всех. Никто из вас не поступает правильно. Никто из вас не попадет на небо с этим. Но ныне. Это новая работа. Он готов поделиться радостной вестью. Он уже поделился плохой новостью. Все вы виновны. Никто из вас не может быть достаточно хорош. Но ныне Евангелие. Но ныне. Независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру во Иисуса Христа во всех и на всех верующих. «Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Давайте разберем этот фрагмент. Павел начинает с 21 стиха, говоря, «Но ныне независимо от закона». Что это означает? Спасение приходит не благодаря соблюдению закона, но независимо от закона. Это новый путь. Совершенно новый путь. Мы не заслуживаем спасения. Соблюдая закон, следя за своей праведностью, ведя себя хорошо, спасение приходит независимо от этого. Оно приходит только через Иешуа, и оно основывается не на нашей праведности, а на Его праведности. Его праведность вменяется нам в качестве дара. Вот почему. Павел говорит, что готов лишиться всего в этой жизни, чтобы стоять перед Богом не со своей праведностью от закона, но с праведностью, которая приходит от Иисуса по вере. Он знал, что Его собственная праведность в соблюдении закона не поможет Ему попасть на небо. Он это понял. Он отказался от всего этого. Это не означает, что Он перестал здраво соблюдать закон, но Он перестал смотреть на закон, как на путь ко спасению. Он отказался от этого и положился на праведности Иисуса. Он принял праведность Иисуса как дар, благодаря которому Он может предстать перед Господом непорочным. Послушайте еще раз. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Она пришла отдельно от закона. Спасение приходит не от закона, а благодаря Иисусу. Но Павел также говорит, что это спасение. Это праведность, о которой свидетельствуют закон и пророки. Что это означает? Она была независима от закона, но о ней говорят и закон, и пророки. Павел говорит о том, что закон и пророки повествуют о том, что Бог пошлет Мессию и что Мессия возьмет наш грех, понеся его в своем теле на древо. Моисей говорит, «Господь поднимет для вас Избавителя, похожего на меня, и каждый, кто не будет слушаться его, будет отрезан». Опять же, еврейская Библия говорила о приходе Мессии и о его искупительных делах, но когда Мессия пришел, он не даровал нам спасения благодаря нашим добрым делам или по виновению закону. Он принес нам спасение своим телом, умерев и воскреснув из мертвых. Это дар, который он приготовил для нас. Это спасение, как сказано в 22 стихе, правда или праведность Божия. Это не наша праведность, которая как грязная одежда. Это праведность самого Бога, который облегся в человеческий облик и умер вместо нас через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Все верующие получат этот дар, потому что все согрешили. Никто не может прийти к Богу без Иисуса, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Но, как говорит 24 стих, получая оправдание даром по благодати Его и скуплением во Христе Иисуса, Он берет нас и делает полноценными, которого Бог предложил. Иисус не просто заявил о спасении с небес. Бог пришел на землю телесно, чтобы люди увидели Его. И Павел говорит, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его. через веру для показания правды Его, прощения грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, доявится Он праведным и оправдывающим, верующего в Иисуса. Павел говорит о том, что Бог был терпелив в прошлом. Он смотрел на грех людей сквозь пальцем. Он создал для евреев праздник Йом-Кипур. Они праздновали его каждый год. Об этом говорится в послании к евреям. «Первосвященник приходил сначала в Скинию, а потом в храм, в Святое Святых, где находился ковчег Завета, десять заповедей. И раз в год на Йом-Кипур, день искупления, первосвященник приносил кровь быка и козла и выливал ее на ковчег Завета. Новый Завет называет это крышкой милости. Господь видел кровь на ковчеге Завета и прощал грехи Израиля за тот год, потому что он говорит, что жизнь плоти в крови. Она выливалась на жертвенник для искупления душ. Но мы знаем, что кровь быков и козлов не могла убрать грех. Но Бог допускал это, потому что это было прообразом того, что он сделает через Иешуа. Он сам пришел на землю, принял облик потомка Давида, еврея. Он был совершенен и безгрешен. Он умер вместо нас. И вот о чем Павел говорит здесь. Это все было явлено в пространстве и времени. Некоторые религии мира не имеют телесного проявления спасения. Для них это всего лишь теория и убеждение. Но наш Бог пришел в пространстве и времени. Это настоящая история. Павел говорит, что Иешуа из Назарета, потомок Давида, который был ранен за наши прегрешения и страдал за наши грехи, стал, как сказано в 26 стихе, праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. В 26 стихе сказано, к показанию правды его в настоящее время, доявится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Это означает, что Иешуа праведный. Иными словами, я не мог умереть за ваши грехи, потому что не являюсь праведным. Мне нужно было умереть за мои грехи. И вы можете сказать, я умру за этого человека, но вашей смерти за этого человека будет недостаточно, потому что вы сами по себе злы, вы грешны и должны умереть за свои грехи. Но Иисус праведен. Он может умереть за другого. Он может сделать свою смерть даром для другого, ведь Он праведен. Он праведный и оправдывающий, так как Он праведный, Он может умереть за нас. А так как невинный умер за виновного, так как Он дал нам этот дар, Он оправдал нас. А вот почему Он праведный и оправдывающий. И так как все дело в Иисусе, Павел говорит в 27 стихе, где же то, чем бы хвалиться, как мы можем хвалиться? Мы спасены по благодати верой, потому что это дар Божий. Павел говорит в 28 стихе следующие слова. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается вероем». А в 27 стихе сказано вот что. «Где же то, чем бы нам хвалиться?» «Это все уничтожено. Это просто исключено». Поэтому мы поклоняемся нашему Отцу сегодня, потому что Он дал нам такой замечательный дар. Отче, помоги нам еще больше влюбляться во Иисуса. Помоги нам еще больше смиряться. Отче, помоги нам понять, Господи, что мы никто без Тебя. Отче, мы просто никто. Мы стоим благодаря Твоей благодати. Отче, мы не заслуживали ничего. Мы не лучше других, но Ты избрал нас из мира, чтобы явить нам свою милость. Мы должны быть самыми смиренными и милостивыми людьми. Бог Отец, помоги нам принять это послание так, чтобы оно смягчило наши сердца. Мы хотим быть победителями для Иисуса, быть глашатаями истинного послания спасения в этом мире, который уходит от Иисуса. Мир часто думает, что знает истину, что слышал Евангелие, слышал его раньше, прошел через это, но на самом деле он не знает истины. Так помоги нам, Отче Небесный, нести настоящее послание Иисуса этому миру. Если вы думаете, что Иисус один из многих путей, то пусть Бог коснется вас и покажет, что Иисус не один из многих путей, а единственный путь. Ты безгрешный, который умер за грешников. Нет другого пути к искуплению, кроме как через твою кровь, твою смерть, погребение и воскресение. Отче, мы прославляем тебя во имя Царя Иисуса. Мы поклоняемся тебе, Царь Иисус. Мы провозглашаем, что всякое колено преклонится и всякий язык исповедует тебя Господом. Помоги нам искупить ту жизнь, которую ты дал нам, и использовать ее во славу твою. Помоги нам сделать так, чтобы наши жизни были важны ради тебя. Ты сказал, что создашь церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Отче, мы провозглашаем, что мы, твоя кровь и плоть в этом мире. В книге «Числа», в шестой главе, Бог сказал Моисею и Аарону, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них, и я благословлю их». Поэтому сейчас принимайте Божие благословение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Да благословит вас Господь Бог Израиля и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и дарует вам мир, как своему любимому ребенку. Божиих благословений и шалом». Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога, или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, возвещать тайну Мессии. Передача «Еврейский Иисус» служит Израилю и миру. Из следующего выпуска вы узнаете, что Бог призывает вас в более высокое измерение. Присоединяйтесь к Равину Шнайдеру, и вы узнаете, как жить не сегодняшним днем, а думая о вечности. Присоединяйтесь к Равину Шнайдеру Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Возлюбленная, если вы смотрите нас уже некоторое время, то знаете, что когда вопрос касается сбора средств на служение, чтобы мы могли и дальше нести слово Божие по миру, я стараюсь не манипулировать. Нам нужно много денег, чтобы выходить в эфир на телевидение и в соцсетях. Кроме того, мы ездим по всему миру, а я не могу делать этого без вашей постоянной финансовой помощи. Бог устроил все это так. Иоанн говорит в одном из своих посланий, что люди, проповедующие истину, достойны финансовой поддержки церкви. И я хочу поблагодарить вас за помощь. Знайте, что поддерживая проповедь Евангелия финансово, вы собираете себе награду. Все, что мы посеем в царство, вернется к нам мерою доброй, угнетенной, нагнетенной, с избытком. Поэтому спасибо вам за вашу любовь и финансовую поддержку. Шалом! Если вы хотите отправить пожертвование или стать нашим партнером, то вы можете сделать это по адресу, которое видите на экране. Звоните по номеру 800-37-7835 или отправьте смс со словом «Равин» на номер 4537. Или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Ваш дар приносит спасение, исцеление и освобождение Израилю и всему миру через телевидение, интернет и евангелизационные крусейды. Многие из нас благословляют Господа своими финансами на земле. Но если вы хотите делать это, даже находясь на небе, зайдите по ссылке завещания на нашем веб-сайте. Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.